Здравствуйте, в эфире программа Коннекта, я и ведущая Арина Каверина. В преддверии дня ювелира мы поговорим с менеджером ювелирного дома Олесей Князевой. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Олеся, расскажите, пожалуйста, как долго вы работаете в этой сфере и почему выбрали именно ее? Да, вы знаете, в этой сфере я работаю уже более пяти лет. Это, конечно, целый удивительный мир. И напитавшись его атмосферой, такой творческой, атмосферой красоты, изящества, уже как-то другие сферы рассматривать невозможно. И хочется в ней остаться и совершенствоваться, изучать. Поэтому, надеюсь, по возможности в ней остаться. А скажите, пожалуйста, очень часто ювелирами становятся именно мужчины? Или же ювелирами могут стать и девушки? И где можно получить вот эти навыки, квалификацию, компетенции? Часто ювелиры – это такое преемственность поколений, то есть это из поколения в поколение передающиеся. Да, да. Часто. Потому что, ну, конечно, своему сыну, внуку, племяннику ты передашь все секреты от и до. Правда же? Вот. Поэтому и у нас очень много профессионалов, специалистов, которые уже не в первом поколении ювелиры. И, кстати, насчет девушек. Действительно, это профессия для всех. Профессия для тех, кто любит это дело. Потому что, ну, известно, что человек может делать хорошо то дело, которое он любит всем сердцем. Это будет самый лучший вариант. И, на мой взгляд, это самая такая важная основа, это фундамент всех остальных качеств, которыми должен, собственно, обладать ювелир. Это, конечно, ответственность, это внимательность, такая вот до скрупулезности, прям до мелочей. Супераккуратность. Супераккуратность. Да, поэтому такая доля педантичности, доля такого перфекционизма должна присутствовать у ювелира, такое стремление к идеалу. Это всегда очень хорошо. Может, какие-то еще есть очень важные вещи, что необходимо учесть там? Суперзрение. Наверное, это немаловажная вещь. Да, здесь помогают, на самом деле, микроскопы. Мощные. Мощные. Да. Одним словом, работа ювелира – это не столько профессия, сколько призвание, на самом деле. Я не сомневаюсь в этом. А вот разнообразие украшений довольно велико. И как вот девушки очень любят, конечно, украшения, и мужчины, я думаю, некоторые тоже. И как выбрать то, что подходит именно тебе? Вот я не знаю, может быть, по цвету типу кожи как-то выбирается, может быть, не знаю, по комплекции, по цвету глаз. Но правда, есть какие-то определенные каноны? Расскажите, пожалуйста, о них. Ну, на самом деле, я, например, всегда, если не знаю чего-то в какой-то области, да, я обращаюсь к профессионалам, к специалистам. Поэтому, конечно же, желательно прийти в салон ювелирный. И, во всяком случае, в нашем ювелирном салоне работают профессионалы-продавцы высокого уровня, высокой квалификации. И их опыт, их уже такой наметанный взгляд на покупательницу, в частности, допустим, да, они уже знают какие-то особенности, я не знаю, конструкции лица, длины шеи, какой-то посадки вот серьги, да, намочки. То есть вот эти какие-то моменты, уже зная, да, они им позволяют, конечно, предложить какой-то лучший вариант или несколько вариантов, которые, естественно, человеку подойдут. Но и, конечно, я думаю, что не стоит ограничиваться вот какими-то, какой-то привычными изделиями, скажем так. Иногда покупатели приходят, и они уже внутри себя, ну, так, определяют. То есть это им идет, это им не идет, это к этому они благоволят, как перед этим у них какое-то предубеждение, что нет, 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 мне это не подойдет, нет. Это не мой стиль, это не мое, все. Но на самом деле бывает так, когда они все-таки прислушиваются к продавцу, ну, и в качестве, не знаю, какого-то такого эксперимента одевают эти изделия. Допустим, если человек привык к каким-то классическим моделям, то есть лаконичность форм, такие какие-то прямые линии, сдержанность в цветовой гамме, и вдруг ему предлагалось что-то изящное, что-то такое романтическое, какие-то такие кружевные вот, да, переплетения. Я сама была свидетелем, когда человек одевает их, и он просто буквально не узнает себя в зеркале. Вот он так меняется, у него появляются какие-то огоньки в глазах, какая-то легкая улыбка. То есть, естественно, он прям видит в себе другие какие-то черты. Ну, в общем, по-другому способен посмотреть даже на себя. Представляете, как окружающий удивится. Конечно, так что кружевные прям меняют, получается, его внешние облики. Поэтому я думаю, что совместная такая работа с профессиональным продавцом и не боясь экспериментов позволит подобрать самое лучшее украшение, которое будет именно отражением индивидуальности каждой женщины и будет ее украшать многие годы. А расскажите, я уверена, что есть парочка каких-то, может быть, забавных случаев. Вот одиночку рассказали, что девушка буквально не узнала о себе. Может быть, там кто-то приходил покупать помощное кольцо. Может быть, какие-то семейные украшения, которые потом передавались с поколения в поколение. Наверняка есть какая-то такая история. Забавный случай, ну, знаете, вспоминается вот сейчас именно этот почему-то. У нас однажды был покупатель, мужчина, кстати, мужчина. И он был из другого города, хотел сделать, именно сделать изделие, которое он придумал сам, но еще был не уверен, что именно, в общем, нет такого вот определенного, да, у него вообще не было представления о том, что он хочет. Но он уже звонил, он уже просил, он уже хотел. И я пыталась ему, именно я с ним разговаривала, я пыталась ему объяснить, что, понимаете, ювелирное производство – это такие определенные стадии, это этапы, которые невозможно, то есть нужен эскиз, потом нужна мастер-модель, потом, потом, потом. Нет, и в итоге он сказал такую интересную фразу, мы все время, если что-то не получается, мы все время смеемся и вот это приводим. Он говорит, вы понимаете, я работаю на заводе, где мы делаем запчасти. Я подхожу к своему другу и говорю, ты можешь мне вот здесь присверлить, вот здесь высверлить, вот здесь какую-то, в общем, сделать какую-то нарезку, и он все делает. «Неужели вы такой ювелирный дом не можете сделать мне?» Ну, наверное, запчасти вот такие, а это такое все маленькое. То есть, ну, и в общем, нет, в итоге все нормально, он выбрал другое изделие, наиболее похожее его, я говорю, понимаете, у нас такой ассортимент, мы, я уверена, мы найдем то, что вам нужно. В итоге, на самом деле, так и получилось, но в этот случай, мы теперь, если что-то не получается, мы говорим, так ты что, не можешь? Ты такой ювелирный дом, ты что, ты работаешь в такой компании, что такое? Да, видите, во что в историю. Так что, это замечательно. Олеся, расскажите, пожалуйста, в 2019 году в любом случае есть какие-то определенные тенденции в ювелирном доме, в украшениях, в определенных, может быть, там модные, именно гвоздики, или именно с английской застежкой, серьги, или браслеты более толстые, более тонкие, ну вот расскажите же, что же новое, интересного? В 2019 году будут модные, еще недавно напрасно забытые такие украшения ювелирные, как броши, сейчас они будут модные в виде жучков, паучков, муравьев, вот как вот таких, их можно прикалывать к одежде, да, то есть носить, также к аксессуарам, обуви, сумочкам, то есть вот это очень такое модное. Если продолжить эту тему животного мира, то также популярны будут и изделия с птицами, вот в виде птиц, их образе, и в нашем ассортименте есть удивительная просто своей красоте, и вот о чем мы говорили, именно произведение искусства. Есть комплект, который сделан вдохновленной птицей калибри. Это такая маленькая птичка, которая летает очень быстро, и очень интересно, сделаны серьги, очень интересно. Они словно, знаете, как художник, как будто хотел остановить это мгновение, вот этот полет. Одна серьга, на одной серьге у птички поднимаются крылья, то есть в таком как-то вот порыве, таком навстречу ветру, да, а на другой сережке они опускаются, как бы вот набирая силу, мощь для того, чтобы их открыть снова. Ну, калибрия птичка очень быстрая, она около ста, если не ошибаюсь, вот этих взмахов делает в секунду, в секунду, то есть вот этот эффект именно попытались передать, что вот даже вот в этой секунде не успеете увидеть какого-то одинакового момента. Да, и кольцо очень красивое, как будто она присела и пьет нектар из цветка. Ну, в общем, бесподобное, действительно, очень красивое изделие. Вот, ну, если, есть еще такая одна тенденция, это кольца, касается колец в частности, да, это так называемые сборные кольца, это именно несколько колец, мы их делаем в виде дорожек, то есть можно сделать синюю, зеленую, красную, белую, какую угодно, вот эту дорожку, да, и потом можно их сочетать, можно на один пальчик одеть, можно на разные пальцы одной руки, на разные пальцы двух рук, можно заказать разных размеров, то есть можно одевать и на верхнюю фалангу, вот так. Вообще эти кольца тоже модны, которые на верхнюю и нижнюю фалангу одеваются. Вот так. Тоже это очень модно. Ну, и, в принципе, можно коснуться вставок, да, то есть этот год вообще, он год розового цвета, очень модный розовый цвет, да. В ювелирном доме получается розовый, в текстиль, насколько я знаю, в одежде коралловый, ювелирный, ну, вот все оттенки получаются, да. Оттенки, поняла, все оттенки розового, да, они очень актуальны. И самый красивый розовый камень, как известно, розовый кварц. Он вообще такой именно женский камень, такой же камень любви, тепла, нежности. Он, может, прям вот оберег такого женской души. Классно. Да, и есть одна разновидность розового кварца, это лавандовый кварц. Это камень просто бесподобной красоты, он такой нежно-лавандово-сиренево-фиолетового цвета. Тоже очень эффектно смотрится в изделиях и, конечно, не оставит равнодушным, я думаю, ни наших покупателей, ни вообще окружающих просто их людей. Ну и расскажите, пожалуйста, как вы отмечаете Международный день ювелиры в вашей компании? Вот какие-то традиции особые, какие-то мероприятия? Ну, на самом деле, как я говорила, мы у нас все работники наши объединены одной любовью к ювелирному делу. Заниматься ювелирным делом, любимая работа, это, как правило, и есть праздник. У нас он каждый день, у нас праздник ювелира каждый день, действительно, это так. И мы с радостью все идем на работу, да. Никогда у нас нет, знаете, таких грустных лиц в начале дня, как это часто бывает, что все только пришли, все угрюмые, все никто не хочет. Нет, у нас такого не бывает, все, прямо само утро, все радостные и счастливые. И особых традиций таких нет, но в наших магазинах, в наших салонах, конечно, приятные сюрпризы для наших покупательниц. Мы, безусловно, будем делать, всегда делаем и будем продолжать в дальнейшем. Спасибо вам большое за интервью. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю, чтобы ваш этот гонек творчески не угасал, и приносил только новые-новые плоды и, конечно же, победы. Спасибо большое. А это была программа «Коннект». Увидимся в следующий четверг.